Дешевать мы можем двумя способами, либо заполнением цветков, то есть середок цветков, либо в промежутках, в пустых, полностью заполнением бусинами. То есть межзаполнение, оно более требует больше затрат на бусины, но дает такой более богатый эффект, то есть и некий такой каркас. Сейчас я немного покажу, как я заполняю межзаполнение. Для этого я использую гальванированные бусины разных размеров, чем больше размеров, тем лучше. Размеры я использую 2 мм, 3 мм, 4 мм, 5 мм, 6 мм. Крупные идут в основном в середку, поэтому их должно быть гораздо меньше. Мелких, соответственно, чем мельче бусинка, тем большее количество их понадобится. То есть самая востребованная бусинка, это самая мелкая. Да, ее долго вышивать, так как она мелкая, это практически как бисер. Но тонкость работы будет как раз зависеть от тонкости вашей работы. Первую бусину мы цепляем с краю. Самую маленькую, это 2 мм. И двигаемся дальше по принципу больше-меньше. То есть, если я первую бусину сделала 2 мм, следующую я могу поставить либо 3, либо 4. То есть, либо следующий размер, либо через размер. Минимум должно быть размеров хотя бы 3. Тогда будет заполнение смотреться более объемным и интересным. Двойной ниткой я прохожу в отверстие 2 раза. То есть, сначала закрепляю, потом прохожу еще раз. То есть, следующая у меня уже идет 4 мм. Поправляем так, чтобы бусина стояла ровно. И проходим еще раз закрепляющей. Между этими бусинами вставляем еще один размер, уже 5, либо 6 мм. То есть, идем пока на увеличение. То есть, идем до самого большого, в этой как бы полянке некой. И потом идем опять на уменьшение. И ставим самую большую бусину, это 7 мм. Или 6-7. Когда идут большие бусины, их можно пройти не 2, а 3 раза, чтобы зафиксировать. Потому что, чем больше элемент, тем больше он требует фиксации. Итак, у нас получились все размеры. 2, 3, 4, 5, 6. То есть, 6 бусин и все разного размера. То есть, идем от меньшего к большему. Возле большой, дальше двигаемся в обратном направлении. То есть, идем на уменьшение. Сначала 5 мм, потом 4, 3 и так далее. И так, плавающий эффект. И все время придерживаемся границ кружева. То есть, не выходим за рамки. Где остаются мелкие промежутки, чтобы контур смотрелся более ровным, то здесь добавим маленькую бусинку. 2 мм. Когда мы идем методом межзаполнения, то есть, заполнения пустоты, мы не трогаем, наоборот, тогда цветы. То есть, чтобы не было чего-то смешанного. То есть, чтобы прорисовывался рисунок кружева. В таком случае. Продолжение следует...